Что точно не удастся, потому что не удалось никому из авторитарных вождей. Не удастся победить бедность. Второе, коррупции будет больше. Потому что цензура в стране, а чиновник боится только огласки. А когда все тихо, мирно, то можно раздать. Коррупции будет больше. Дальше армия будет в состоянии полураспада, но это будет запрещено. Но на парадах будет замечательно. Ну, тем не менее, баллистические ракеты не будут взлетать. Потому что нет общественного контроля и дедовщины сохранить. Вот спецслужбы будут получать больше денег, но при этом террористические акты не будут прекращены. Вот. И, по сути, мы вот эту социальную поляризацию только усиливаем. Я могу сказать, что сейчас вообще происходит. Происходит следующее. Народу нравится Путин. Очень. Это стабильность, это рост, это якобы порядок всех в тюрьму, на нары. Все замечательно. Народ это любит. Всегда, кстати, любил. Только самые чувствительные люди к переменам понимают, что все, что сейчас происходит, это против России. Ситуация, знаете, какая вот... Я тут дайвингом недавно занимался. Так. Вот когда погружаешься на большую глубину, да, и у тебя чуть-чуть шланг, ну, так перекосило. Не пережало, а перекосило. И если у тебя такой чувствительный организм, то ты сразу чувствуешь, что это не только какой-то дискомфорт появляется. Но, тем не менее, большинство людей этого не замечают. Вот это ровно то, что сейчас. А когда шланг вот так вот переломит, тогда хочется немедленно глотка свежего воздуха. Так вот, мы двигаемся к этому состоянию, когда нам перекроют полностью кислород. Они достаточно цинично смотрят на ситуацию. Смотрят приблизительно так. Поскольку мы нашему народу промываем мозги с утра до вечера с помощью государственных телеканалов, поскольку мы выстроили систему контроля за самостийными мэрами и губернаторами, и у нас спецслужбы соответствующим образом работают, поскольку, слава богу, цена на нефть высокая, мы не за демократию и свободу должны бороться, а должны бороться за то, чтобы полностью сохранить и административную, а теперь еще и финансово-бизнесовую власть. Они, я считаю, к людям относятся в этом смысле как к материалу, который нужен для того, чтобы добиться вот этой цели, укрепления своей личной власти, безграничной.